Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Мне пришла такая вот интересная бутылочка от МИИС. Это средство для чистки инструментов от ржавчины и всякого мусора. Интересное средство решила попробовать. По инструкции этот концентрат нужно разводить с водой, температура которой должна быть от 40 до 90 градусов. Соотношение может быть разным в зависимости от загрязненности инструмента. В емкость уже налилась стакан теплой воды. Буду разводить один к двум, то есть одна часть концентрата на две части воды. У меня стакан воды и полстакана концентрата. Наливаю концентрат. Выливаю. Ванночка готова. Складываю в нее инструмент. На ножничках есть ржавчины. Они получаются, если плохо высушенный инструмент, положить в сухожар. Вот мой самый ужасный пушер. В нем очень много ржавчины. И достать стыдно перед клиентом и выбросить жалко. Здесь забитая фреза частичками кожи. Уже ничем не достается. И здесь рабочая часть фрезы ржавого цвета. Прям видна грязь. В керамической фрезе застряли частицы гель-лака. И щеткой уже не достать. А вот корун давать. Тут вообще ужас. Живого места на ней нет. Оставляю все это дело, как указано в инструкции, от 5 до 15 минут. Итак, прошло 15 минут. Мне интересно посмотреть на мой пушер. Щетки подходящей не нашлось. Позаимствовала зубную щетку у сына. Какая красота! Посмотрите, вся грязь без усилий отходит. Супер! Честно, я не ожидала. Очень круто! Если бы еще была ультразвуковая мойка, было бы вообще шикарно. Советую надевать маску. Запах щелочи бьет в нос. Ножнички хорошо очищаются. Ржавчина отходит, как будто капельки воды на ножничках. Забитая фреза. Несколько движений щеткой и цвет с фрезы изменился. Вся грязь очистилась. Остается лишь чистая фреза. Мой ужас! Прикольно! Смотрите, все чисто. От керамической все само отпало лишнее. Чистейшая фреза. Положу еще твердосплавные. Забитые мелкими частицами. Достать их не могу, поэтому забросила эти фрезы. Пролежали они, пока я дочистила оставшиеся фрезы, которые были в емкости. С керамической все само отошло. И из твердосплавных тоже все легко очистилось. Чистейшие фрезы. Круто! Я очень довольна! Теперь нужно все хорошо промыть под проточной водой и высушить. Потом дезинфекция и стерилизация. Вот такое чудо-средство! Ссылку на интернет-магазин оставлю в описании под видео. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте ему лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Впереди еще очень много всего интересного. Всего доброго! Хорошего дня!